Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Изнанка музыкального бизнеса». Рад приветствовать вас в первом выпуске второго сезона. Меня зовут Виталий Хвалеев. За эти три года, прошедшие с выхода последнего эпизода, произошло немало событий. Я выпустил книгу «Изнанка музыкального бизнеса» и вместе с моим партнером основал международную издательскую компанию «Топ Ган Мьюзик». Наша компания занимается сбором авторских отчислений по всему миру для таких артистов, как Гумгам, Роман Мессер, «Фрифлоу Флава», «Айваска», «Антураж», а также для лейблов «Интерплей», «Интрикейт», «Ноу Паспорт», «Байконур» и многих других. В новом сезоне подкаста «Изнанка музыкального бизнеса» вас ждут интересные беседы с музыкантами и интервью с различными экспертами музыкальной индустрии, владельцами лейблов и менеджерами, представителями маркетинговых агентств и букинг-агентами. Гостем сегодняшнего выпуска станет Павел Ивлев, владелец и основатель Tech House лейбл «Байконур Рекордингс». Мы поговорим о том, как управлять лейблом в современных реалиях, что может предложить лейбл артисту в эпоху, когда любой музыкант способен самостоятельно размещать свои треки на музыкальных площадках. Ну и в целом поговорим о звукозаписывающей индустрии. Привет, Павел! Привет! Спасибо, что пригласил. Для меня это честь. Приветствую всех слушателей. Доброго вам времени суток, где бы вы сейчас не находились. Спасибо, Паша. Итак, первый вопрос. Расскажи подробнее, как появился лейбл «Байконур». Это долгая история эволюции моей любознательности. То есть изначально не было какого-то плана или какой-то цели создать успешный лейбл или кому-то что-то доказать. Как и многие лейбл-ловнеры или продюсеры, я начал свое знакомство с танцевальной музыкой как диджей. Это было начало нулевых, и тогда основной ценностью у диджеев была новая музыка. Ее все по-разному доставали. Кто-то через знакомых, через друзей, кто-то покупал даже DVD-диски. Было у нас такое. И меня всегда интересовало, а что является первоисточником? Откуда вся эта музыка появляется? Наверняка ведь есть какой-то цивилизованный один ресурс, сайт в интернете, где это все происходит. И тогда я обнаружил для себя битпорт. С этого началось мое знакомство с лейблами, артистами. Я начал на кого-то уже подписываться. Это был, наверное, 2009 или 2010 год. Битпорт тогда выглядел не очень дружелюбно. Он был написан на флэше. Это все выглядело очень кислотно. Но тем не менее, меня эта культура очень увлекла. Я узнал, что есть лейблы. Я узнал, что на этих лейблах есть разного рода релизы, компиляции, ремиксы и так далее. Я начал на все это подписываться, узнавать. И, собственно, потихоньку это все развивалось. Параллельно с этим, помимо диджейской деятельности, мы начали развивать свой подкаст. Потому что хотелось выйти за рамки тех городов, в которых мы находились, и делать что-то глобальное. Мы запустили подкаст, в который мы приглашали на тот момент известных музыкантов из-за рубежа. Это были такие имена, как, например, Анжело Феррери. Это известный хаос-музыкант итальянский. Ребята Art Slaves, которые сейчас владеют лейблом Mon, тоже очень известным в дип-тек-тусовке. Это Ральф Кольман и Джуниор Родригес с лейблом Обайли. Это техно-икона Веба. Это испанец Вейд и многие-многие другие имена. С ними мы общались, делали интервью гостевые миксы, спрашивали их о том, как они занимаются продвижением и продакшеном своей музыки. И потихоньку налаживали какой-то комьюнити, какие-то связи. Ребята присылали нам промо, мы отправляли им какие-то треки, которые сами тогда пытались делать. И так потихонечку мы начали понимать, что у нас, в принципе, есть все для того, чтобы запускать свой лейбл. То есть изначально это был такой интерес, понять все эти внутренние механики, посмотреть, как музыка доставляется на битпорт, как работает дистрибьюция, как работает промо и так далее. А сколько человек работает на лейбле сейчас? Ты один ведешь лейбл или у тебя есть команда? В данный момент на лейбле работаю я. Мои основные компетенции – это все, что касается маркетинга и стратегического планирования, а также все, что касается студийной работы, это мастеринг, сведение, потому что это то ремесло, которому я обучался в университете. Помимо меня на лейбле работает Евгений. Он занимается ЭНР-менеджментом, общается с артистами, подыскивает ремиксеров, все, что касается музыки и репертуара. Помимо этого, у нас в команде есть Михаил, владелец лейбла Полиптик. Мы с ним работаем по бартеру, то есть я помогаю ему с тем, что касается технической работы по его релизам, мастеринг, сведение там, где это требуется. А он для меня закрывает вопросы, связанные с паблисити. То есть это промо, это налаживание взаимоотношений с разными инфлюенсерами, с блогами, с премьерами, и все, что касается работы по продвижению релиза. Помимо этого, есть сотрудники, которых мы привлекаем для какой-то конкретной работы, разовой, будь то создания каких-то скриптов, потому что мы используем очень много автоматизации в своей работе. Это дизайнер, который делает для нас темплейты для всей истории, которую мы публикуем в социальных сетях. Кроме того, к счастью, вокруг нашего лейбла сформировалось большое количество неравнодушных людей. В частности, у нас есть Майк, у которого очень крупное радиошоу, транслирующееся на большом количестве радиостанций онлайн и оффлайн. И он часто просит нас связать его с нашими артистами, релизы которых ему понравились. И он делает с ними так называемые тейк-оуэры. То есть он приглашает их, берет у них интервью, гостевые миксы. Это постоянно происходит. Просто вот потому, что ему нравится музыка, которую мы выпускаем. Есть еще человек, с которым мы планируем начать наше радиошоу. Он живет в Америке, и он тоже один из тех, кому нравится музыка, которую мы выпускаем. Поэтому постоянная часть команды, ядро команды — это трое, а все остальные — это фрилансеры и люди, которым наш лейбл не безразличен. Павел, а сколько релизов на данный момент выпустил лейбл «Бэкану Рекордингс» за все время своего существования? И каковы ваши принципы отбора артистов для сотрудничества? Открыты ли вы к работе с начинающими, малоизвестными музыкантами, или предпочитаете издавать только успешных состоявшихся артистов уже состоявшейся аудитории? Ну, как может быть понятно, название «Бэкану Рекордингс» и его «Айдентика», я имею в виду сейчас наше лого, на котором изображена ракета и сопла которой вылетают ноты. То есть ракета, движимая музыкой. Так вот, все это произрастает от одноименного названия космодрома «Бэканур», с которого был запущен первый человек в космос, Юрий Алексеевич Гагарин, как известно. Наша миссия, она в чем-то схожа. Для нас основной драйв — это запуск на музыкальную орбиту и в музыкальные чарты музыкантов, чьи имена там доселе не были замечены. И для меня это особая эйфория, когда артист буквально там с пятью или семью релизами до нас попадает в топ-чарт и его играют диджеи по всему миру. Для меня это особый кайф, особый драйв. Мы стараемся держать баланс, потому что на одних новичках лейбл расти не может. И мы стараемся привлекать известные имена, известных ремиксеров и разбавлять какие-то компиляции для того, чтобы обменивать артистов аудитории. Что касается количества релизов, на данный момент оно перевалило за четыре сотни, и мы пока не собираемся останавливаться. А расскажи подробнее о стратегии продвижения релизов на лейбле. На какую площадку вы делаете больше акцент? Если это битпорт, например, то расскажи, а какие инструменты продвижения вы используете? Для нас основная площадка это битпорт, потому что я считаю, что музыка танцевальная, музыка клубная и тегхаус, которым в частности мы занимаемся, полностью раскрывает свою художественную ценность именно в тот момент, когда он звучит на большой акустике, в помещении, в котором одновременно танцует большое количество людей, где присутствует какое-то световизуальное шоу. Это все создает совершенно иной уровень восприятия этой музыки, нежели просто прослушивание в AirPods'ах во время похода в зал или во время приготовления ужина. Поэтому наша основная задача сделать так, чтобы эта музыка звучала на танцполах. И диджей это наша основная целевая аудитория. Поэтому битпорт, как площадка, на которой эти диджеи приобретают музыку, наша основная целевая площадка. Что касается стратегий продвижения релизов, то есть целей, которые мы ставим в долгосрок, в первую очередь это создание лояльной фанатской базы и создание узнаваемости бренда. Потому что если ставить перед собой целью продвижения одного конкретного релиза, то есть в отрыве от бренда и ставить перед собой желание сделать так, чтобы этот релиз набрал какое-то количество прослушиваний из Spotify или там попал на какую-то определенную позицию в топе битпорта, то на мой взгляд это всегда будет провально в плане инвестиций. То есть в маркетинге есть такая метрика, которая называется ROI Rate of Investments То есть соотношение денежек вложенных на денежки вырученные. И если мы не создаем долгосрочную историю, если у нас нет так называемых diehard фэнов, которые следят за лейблом, участвуют в каких-то коллаборациях, конкурсах, ремиксах, взаимодействуют там с соцсетями и приобретают все последующие релизы, то, соответственно, такая рекламная активность будет провальна. Что касается тактики продвижения, есть несколько конкретных шагов, которые мы делаем для продвижения наших релизов. В первую очередь я всегда слежу за тем, чтобы они отгружались заблаговременно. Для меня это 8 недель. То есть за 8 недель до даты выхода релиза он должен быть загружен нашему дистрибьютору, пройти проверку и отправиться во все необходимые цифровые площадки. Далее мы запускаем промо-рассылку. Для тех, кто не знаком с этим термином, это отправка лимитированного количества копий релиза по наиболее известным инфлюенсерам, диджокеям, радиоведущим, блогам и так далее для того, чтобы собрать от них обратную связь, так называемые фидбэки. То есть диджей оставляет свой комментарий, может использовать эту музыку в своих сетах до того, как она вышла. То есть он получает эксклюзивный материал. Мы в свою очередь получаем отзывы от этих диджеев и возможность при помощи их аудитории подсветить свой релиз. Далее эти фидбэки могут использоваться в маркетинговых компаниях, в SMM, а также при направлении запросов на поддержку релиза для цифровых площадок. Далее мы подготавливаем все пресейв-ссылки, так называемые смарт-линки, предрелизные тизеры для того, чтобы собрать некое количество пресейвов. Обязательно, что на мой взгляд очень важно, и многие лейблы это выпускают, мы занимаемся информированием артиста, прям вот по полочкам складываем всю информацию касаемо того, что будет происходить с его релизом, когда он выйдет. Во-первых, да, многие артисты подписывают свои треки и не знают, когда будет релиз. Мы всегда ставим эту дату в контракте, всегда обговариваем, что вот тогда-то начнется преордер, затем мы будем делать это, потом вот это. У нас есть специальный PDF-файл, в котором прямо расписано, что нужно делать, а что делать не стоит артисту. То есть, допустим, нет смысла выкладывать какие-то тизеры до того, как у нас появился преордер на битпорте, потому что это уже получается не маркетинг, это уже получается какое-то хвастовство. То есть каждый рекламный пост, он должен иметь какой-то CTA, call to action, то есть призыв к действию. Поэтому вот это мы все обговариваем, обязательно информируем артиста, обязательно снабжаем его всеми материалами. После этого мы подготавливаем премьеры, то есть договариваемся с какими-то крупными, зачастую это саундклауд-каналами, для того, чтобы они сделали премьеры. Соответственно, они также размещают ссылки для того, чтобы нам собирать трафик здесь. Важно отметить, что вот эти все смарт-линки, которые, казалось бы, нужны только для того, чтобы агрегировать все музыкальные площадки в одном месте, на самом деле они играют немного другую роль. Туда встраиваются пиксели рекламных кабинетов, и таким образом лейбл получает возможность сделать ретаргетинг по той аудитории, которая по этим ссылкам переходила. То есть все, кто по этим ссылкам кликает, попадают в определенную аудиторию, по которой потом в дальнейшем можно дополнительно откручивать какую-то рекламу по этому релизу или по релизам предстоящим. Тоже очень важная механика. После того, как мы собрали первые фидбэки, после того, как у нас есть согласованные уже даты премьер, мы отправляем запрос в Bitport и Spotify для того, чтобы наш релиз был поддержан. Возможный контент во всех соцсетях. Вставляем везде, где только можно, ссылки на релиз. Стараемся максимально всю эту историю раскручивать. В частности, делаем коллаб-посты и помогаем артисту сделать свой чарт на Bitport. С одной стороны, это дополнительный инфоповод для того, чтобы подсветить релиз. С другой стороны, на Bitport существует отдельная форма для запроса поддержки чарта артиста. Если этот артист более-менее видный, мы получаем возможность его чарт разместить на главной странице в жанре. Кроме того, иногда случалось так, что при поддержке чарта Bitport поддерживал и сам релиз. То есть у нас появляется дополнительная возможность сделать такой запрос. У нас есть механики, связанные с чат-ботами. Это когда пользователь, оставивший комментарий у нас под одним из постов в Инстаграме, получает в Директ ссылку на этот релиз. Зачастую ссылки на релиз крепятся в ссылки в био в Инстаграме, но не каждый полезет в профиль, искать эту ссылку, кликать туда, искать нужный ему релиз. А здесь человек оставляет комментарий, и ему в Директ падает очень дружелюбное сообщение. Спасибо, что поддержал нашу музыку. Вот, пожалуйста, по этой ссылочке можешь пройти и свою копию получить или на Bitport или, соответственно, добавить ее в свой плейлист на Spotify. Еще интересный момент. Это антипиратская защита. Многие это упускают, а некоторые даже думают, что наоборот, пираты помогают распространять и популяризировать вашу музыку. К сожалению, это не так. Большинство людей все-таки пользуются Bitport цивилизованных, так скажем. И попадание в топ-чарт на Bitport, оно существенно увеличивает количество органического интереса к вашему релизу. Поэтому, если сосредоточиться на Bitport, если удалить все пиратские заливы, то шанс на то, что ваш релиз получит внимание от широкой аудитории, такой шанс увеличивается. Поэтому мы используем антипиратскую защиту. Мы перепробовали вообще все, что было на рынке и сейчас остановились на сервисе, который называется LeakDelete. Они занимаются тем, что удаляют нелегально загруженные копии из таких сервисов, как MZPShare, FileCat и прочие файлообменники из различных блогов и так далее. К тому же они отправляют так называемые страйки в Google для того, чтобы убрать из поисковой выдачи все нелегальные упоминания и загрузки вашего трека. Таким образом, люди, которые в поиске набивают название вашего релиза, попадают на Bitport, на Spotify и на другие площадки, которые распространяют музыку легально. Помимо этого, существует пост-релиз маркетинг. Для этого мы используем сервисы наподобие SongStats, которые позволяют анализировать, а что же с треком происходит. То есть, если он попал в какой-то плейлист к известному диджею, мы это увидим. Сейчас SongStats позволяет также анализировать Airplay, то есть попадание на радио. Вот всю эту информацию мы аккумулируем, выкладываем посты о том, что этот трек попал в такой-то чарт, этот трек попал в такой-то сет. Это все помогает, с одной стороны, привлечь дополнительное внимание к релизу, с другой стороны, это показывает тем артистам, которые думают о том, стоит ли свое демо отправить на Байконур, понять, что этот лейбл работает, что вот вокруг той музыки, которую этот лейбл выпускает, есть какая-то история. Ну и, наверное, последнее, что касается продвижения, это сбор аналитики. Я вообще большой фанат аналитики, я слежу за всеми цифрами, я всегда фиксирую количество фолловеров на битпорте, каждый месяц смотрю, как оно растет от релиза к релизу, мы собираем информацию от нашего дистрибьютора, я простраиваю графики, смотрю, какие страны, какие есть перекосы, допустим, если у нас в условной Норвегии очень хорошо стримят, но мы там плохо продаемся по битпорту, значит, надо немножко подкрутить нашу рекламную активность. Резюмируя, наша основная задача сделать так, чтобы вокруг бренда Bacono Recording сформировалась лояльная аудитория, для которой мы будем узнаваемы и которая будет понимать нашу айдентику и взаимодействовать с нами в долгосрок. Для этого мы выходим за рамки просто продвижения релизов, делаем конкурсы ремиксов, делаем конкурсы миксов, сотрудничаем с разными брендами диджейскими, в том числе делали коллаборации с Mixcloud, официально делали на их площадке конкурс, сотрудничали с брендами такими как Ultimate DJ Gear, которые делают для диджеев разного рода сумки для переноски наушников, контроллеров и так далее, делали коллабы с такими брендами, как Digitec Tools, это известный блок, который помимо информации и обучения еще делает всякие кастомные ручки, крутилочки и проводочки, поэтому цифры стримов, попадание в топ-чарты, это все результат, но не самоцель для нас. Отлично. Ответил сразу на все вопросы под вопросы, которые планировал задать. Расскажи еще о Spotify. Как ты относишься к Spotify? Планируешь ли ты делать собственные плейлисты? Я знаю, что сейчас это прозвучит немножко странно, но Spotify не является для нас значимой площадкой. Как я уже говорил ранее, наша целевая аудитория это диджокей и, соответственно, битпорт. Да, безусловно, любой современный человек наверняка имеет подписку на какой-то стриминг, и среди пользователей Spotify наверняка есть большое количество диджокеев, поэтому мы, безусловно, доставляем туда свои релизы, причем делаем это в специальном формате. Все наши треки на Spotify сразу начинаются с хука, то есть мы удаляем вот эту скучную часть, которая называется диджей-интро, потому что слушатель, которому предстоит послушать полторы минуты сухого монотонного барабанного лупа, скорее всего, трек скипнет, а когда трек скипает, он, соответственно, падает в глазах алгоритмов Spotify. Для меня проблема со Spotify заключается в том, что способ взаимодействия с музыкой на этой площадке он кардинально отличается от того, как это происходит на битпорт. В английском языке есть очень хороший глагол, который это описывает to dig, копать. Когда человек находится на битпорт, он переходит по лейблам, по артистам, смотрит, кто был ремиксером, где этот ремиксер издавался, то есть он в процессе поиска, в процессе какого-то познания, в процессе знакомства с музыкой. Что касается Spotify, это чаще всего прослушивание в фоне, то есть включаем какой-то плейлистик, убираем телефон в карман и занимаемся своими делами. Артисты, которые занимались продвижением через размещение своей музыки в плейлистах, наверное, знают о том, что даже супербольшой плейлист, в котором там тысячи подписчиков, если он размещает ваш трек, то количество какого-то ажиотажа, количество прироста аудитории на вашей страничке артиста, оно там минимально в обратную сторону, это работает совершенно иначе. То есть когда трек попадает в топ битпорта или его играет какой-то известный диджей на большом фестивале, сразу же в Spotify вокруг этого трека начинается шумиха. Но наоборот, не было никогда за всю нашу историю треки попадали там и в плейлисты суперизвестных огромных артистов и в кураторские плейлисты и даже были в топе по странам, если не ошибаюсь, в Бразилии. И при этом не происходило ничего. Ни в каких-то проигрываниях в фестивалях, ни какого-то всплеска активности в битпорте у нас. Не возникал всплеск подписчиков в наших соцсетях. Чтобы подтвердить свою гипотезу, приведу просто пару простых цифр. Суммарное количество подписчиков на нашем профиле в Spotify и вокруг всех наших плейлистов что-то там наверное в районе полутора тысяч всего. Однако суммарное количество подписчиков у плейлистов, в которые добавлены наши треки на Spotify близится к 9 миллионам. То есть делая ставку на продвижение бренда, на создание лояльной аудитории получается вот такая история. То есть о нас люди знают, они добавляют нас в какие-то плейлисты, каждый новый релиз куда-то уходит, поэтому это гораздо важнее, чем фокусироваться на мой взгляд на каком-то конкретном треке, на каком-то конкретном количестве стримов под этим треком. Лояльная фан-база это наше все. Что касается плейлистов, да, они у нас есть. Есть основной плейлист, в котором собраны все релизы Baikano Recording, соответственно он обновляется каждую пятницу. Помимо этого есть плейлист алгоритмический из топ 25 треков наиболее популярных на площадке Spotify, это все делается автоматически, ну, соответственно из нашего каталога, из нашего лейбла. Сейчас мы будем запускать свой плейлист, в котором будут треки и других авторов, потому что, ну, любой уважающий себя бренд такой плейлист имеет, и мы тоже не должны отставать. Через какого дистрибьютора лейбл Baikano Recording издает свои релизы в настоящее время? Каковы, на твой взгляд, основные плюсы и минусы работы с выбранным дистрибьютором? Ну, мы, как и многие, наверное, лейбл Овнеры начали свое путешествие в этот музыкальный мир с дистрибьютора Proton. На тот момент это был самый простой дистрибьютор, к которому было проще всего попасть. Однако даже они отвергли наш первый запрос, сказали, не, ребят, мы вас не возьмем. Мы тогда написали второе письмо, сопроводили его уже более детальной информацией, потому что мы были зеленые, не понимали, как это правильно делать с самого начала. И написали, что у нас есть какая-никакая фан-база, у нас есть подкаст, в нем были уже известные имена на тот момент, и у нас есть с ними связь. И мы понимаем, что мы будем делать, как мы будем делать, как мы будем продвигать. У нас уже есть музыка, у нас готовые отмастерные треки, проверенные уже на танцполах. И у нас есть промо-пул, и есть люди, которые нам будут советовать, подсказывать о том, как все это продвигается. Второй попытки они нас взяли. Какое-то время мы просуществовали на Proton, но потом начали смотреть, что есть на рынке еще, потому что хотелось расти. Proton на тот момент предлагал сплит 30 на 70, то есть 30% в их сторону, 70% на нашу. Плюс там были вопросы разные с контрактами, ну, у них такая своеобразная система не очень для нас удобная была. И мы начали смотреть, что есть на рынке еще. Наткнулись на американский дистрибьютор Symphonic Music, который на тот момент предлагал сплит 90 на 10 при одновременной уплате им 200 долларов при входе. Что было для нас очень выгодно. К тому же у них на площадке были такие инструменты, как промрассылки, возможность доставлять рингтоны в магазины, которые это поддерживают. И очень интересная, гибкая и информативная статистика. Мы перенесли свой каталог к ним, просуществовали с ними, наверное, 3 или, может быть, 4 года. При этом в какой-то момент они переориентировались с лейблов на инди-артистов, то есть переняли такую модель CD-Baby, TuneCore и подобных агрегаторов. И постепенно вот тот функционал, который они предлагали для лейблов, начал угасать и давать всякие разные технические сбои. В частности, у нас был момент, когда известный в TechHouse артист Дэтлев написал нам имейл, говорит, ребят, я очень люблю ваш лейбл, я постоянно играю в ваши релизы, но ваша промо-система просто ужасная, не могу скачать файлы, сделайте с этим что-нибудь. И были моменты, связанные с их системой конвертации контента. Дело в том, что в момент загрузки к ним аудиофайлов, они на тот момент, не знаю, как сейчас, они конвертировали их во флаг. То есть вейв-файлы конвертировались во флаг, и при этом возникали иногда какие-то проблемы. В частности, был случай, когда у нас релиз получил баннер на главной странице битпорта, а файлы, которые Symphonic туда доставил, оказались битами. То есть мы проверяем наши мастер-файлы, с ними все окей, а на битпорте в файле посередине какой-то непонятный шум. И при этом, если мы скачиваем свой релиз с Symphonic, мы слышим, что там этот шум тоже присутствует. То есть проблема возникла именно в момент конвертации аудиофайлов. Поэтому мы приняли решение, что нам надо куда-то двигаться еще, и, ну, конечно же, выбор пал на Labelworks как основной дистрибьютор для танцевальной музыки, в частности, House, TechHouse. Мы по сей день работаем с Labelworks. Ребята потрясающе быстро работают. Их Саппорт модерирует нам релизы буквально там за несколько часов, постоянно отвечают на имейлы. Но мы стараемся тоже быть удобными клиентами, потому что мы очень тщательно проверяем, что мы загружаем на площадку. Дважды, иногда трижды перепровеляем все метаданные, стараемся не писать им запросы в Саппорт просто так. Мы понимаем, что мы экономим их время, мы должны быть для них выгодны. Из минусов, наверное, стоит отметить только то, что, как и все английское, наверное, они немножко чопорны, и их веб-сайт похож на сайты, которые мы посещали в 2000-х годах. То есть интерфейс реально устарел. Однако все, что касается технической части загрузки релизов, отчетов, статистики, все суперклассно работает. Они обещают, что они выкатят апдейты, что интерфейс будет более дружелюбным, но я думаю, что задержка связана с тем, что они пытаются отточить все до идеала. Используешь ли ты музыкальную платформу Bandcamp для продажи релизов? Для тех, кто не знает, Bandcamp — это музыкальный сервис, с помощью которого артисты и лейблы могут самостоятельно, не прибегая к помощи дистрибьюторов продавать свои релизы. Да, у нас есть страничка на Bandcamp. В самом начале творческого пути нашего лейбла я загружал туда релизы. Статистика была очень плачевна. Я уже поясил руки, но мой товарищ Евгений сказал мне очень хорошую фразу, говорит, слушай, ну есть же закон сеяния и жатвы, чем больше ты посеешь, тем больше однажды ты пожнешь. Я прислушался к его словам, залил туда очередную пачку релизов, догнал все, что у нас там вышло. И в какой-то момент, буквально спустя несколько дней после этого разговора, какой-то человек выкупил у нас там весь каталог лейбла. На тот момент это было, наверное, 200 или 250 релизов. Там при единовременной покупке действует скидка, но тем не менее это был прям весомый вклад. И эти деньги пошли на развитие лейбла. Это было очень весомо, очень ощутимо. Я несколько раз сам, как покупатель, приобретал музыку на Bandcamp. Это ужасно сложный процесс. Очень удобно там все это сделано. И в целом, в общем, эта площадка больше ориентирована на инди-музыкантов. Но тем не менее, по опыту коллег я знаю и вижу, что на Bandcamp бывают очень хорошие продажи. Есть сообщества, допустим, в музыке в стиле электро, где очень активно люди приобретают музыку на этой площадке. Из, наверное, плюсов и фишек существует возможность оставить свой имейл человеку, который приобретает у вас треки. Соответственно, лейблы имеют доступы потом к этим базам имейлов и могут каким-то образом выстраивать взаимоотношения с теми, кто приобретал их музыку. Мы, в частности, используем эти имейлы для благодарности и отправляем каждому, кто приобрел наш релиз там, купоны на скидку делаем, квартальные конкурсы, что, допустим, человек приобретает наш релиз, получает скидку, приобретает еще один, получает еще большую скидку. Ну, в принципе, те же механики, которые используются на Bitport. Это очень прикольно и было бы классно, если бы другие платформы тоже использовали вот такие штуки, потому что на Bitport мы вообще никак не можем иметь возможности взаимодействовать с теми, кто на наш лейбл подписан и кто покупает наши релизы. Касаемо цифр, у нас не очень большие продажи. Это может быть там несколько десятков треков проданных за месяц, в то время как на Bitport это там от 25 до 40 треков в день в среднем. Интересно. Расскажи, Паш, еще по поводу авторских отчислений. Собираете ли вы авторские отчисления и знаком ли ты с таким понятием, как паблишинг? Это тема, которая всегда для меня была очень сложна. Это была такая темная лошадка. Я пытался все это пастичь, но это все нелинейно на разных территориях, разные условия. Там огромное количество этих прав. И мне не удавалось никак все это понять. Но в конце позапрошлого года я собрался с силами и понял, что нужно это сделать. И обратился к Мишу Мазунову, куда без него. Я предложил ему бартер, то есть он помог мне разобраться в этой теме, и я в свою очередь помог ему с Bitport. И это помогло мне структурировать мои знания. Я понял, что нужно делать, куда идти и так далее. И мой взор пал на Centric Music, потому что его рекомендовал Bitport на своей страничке для лейблов. И я к ним обратился. Они достаточно быстро мне ответили. Вежливо, все классно. У них очень приятный личный кабинет. Я загрузил туда часть релизов вручную, для того, чтобы посмотреть, как это будет работать. Спустя некоторое время получил первые отчеты. Меня все устраивало, в частности, их статистика. И мы начали переговоры о переносе всего каталога. Как обычно, это делается при помощи таблицы. Я подготовил эту таблицу. Они перепроверили все контракты, попросили пруфы наших банковских счетов, для того, чтобы убедиться, что мы это мы. И после этого начался очень долгий и мучительный процесс. Потому что мы какое-то время общаемся с менеджером. Менеджер нам обещает, что вот-вот все будет загружено, что они уже все проверили, все классно. И пропадает. Я пишу ему через две недели, пишу через месяц. Тишина. Пишу в саппорт. Сентрик. И они отвечают мне, ой, извините, а ваш менеджер уволился, и мы вообще-то не в курсе ваших дел. Нам назначают нового менеджера, и ситуация повторяется. Молчание. Я пишу какие-то вармапы, две недели, месяц. Тишина. Я еще раз пишу в саппорт. С третьей попытки нам дают прямой выход на человека, который тогда представился директором Сентрик Электроник, их отдела, который занимается непосредственно танцевальной музыкой. Он пообещал нам, что все будет сделано в суперкратчайшие сроки. Еще раз перепроверили все документы, все релизы, всю цепочку контрактов, банковские счета, и опять молчок. Спустя определенное количество вармапов, он ответил мне, что, ребят, ну, вам, наверное, лучше поискать другого. У паблишера, причем не назвав никаких причин, я сказал, что мы готовы подождать, ну, нам просто надо понимать, что там происходит. При этом я всегда стараюсь быть вежливым и учитывать интересы человека на том конце цепочки имейлов, потому что я понимаю, что я должен быть для них выгоден, поэтому мы предоставляли всю историю там по аэрплеям, по поддержкам нас на фестивалях. У нас есть и видео, и треклисты, и различного рода другие пруфы. Но, тем не менее, вот такой ответ. Спустя какое-то время, и пообщавшись с коллегами, я попал на Тубкан, чему я, честно скажу, несказанно рад, потому что это совершенно другой вайп, это совершенно другой уровень общения. Я получил всю необходимую информацию, которой мне не хватало. Все было загружено очень быстро, просто и четко. Поэтому спасибо большое. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным для нас обоих. Спасибо, Паш. Ну, мы только начали работать, да. Отлично. Для меня здесь, если честно, самый интересный момент, это даже не выплаты, не роялтис, а статистика. Потому что из того небольшого количества релизов, которые я загрузил на Centric, я увидел очень интересные данные, которые показывают, что есть треки, которые не были популярны в стриминг-площадках или на битпорте, но их проигрывали на крупных радиостанциях, допустим, на BBC Radio 1 или на KISS FM. И, соответственно, получив доступ к этим данным, видя географию этих релизов, понимая, что они имеют успех на тех или иных аудиториях, можно опять же скорректировать свою стратегию и получить более глубокий анализ того, что происходит с твоей музыкой после ее выхода. Ну да, как раз посмотрим, как будут отчитываться радиостанции, площадки, поэтому все это будет видно. Расскажи теперь, пожалуйста, немножко подробнее о том, как вы работаете с артистом, имеется в виду, сколько демо вы получаете в день или в неделю, как отбираются демо? В день или в неделю оценить сложно, потому что это количество постоянно варьируется в зависимости от того, например, какой день недели. Ну, понятно, что на выходных демо приходит больше, потому что у людей просто есть свободное от работы от основного времени, чтобы отправить эти демо. Или, допустим, если у нас есть какие-то успешные кейсы, допустим, наш трек попал в сет какому-то известному диджею на большой фестиваль, то, соответственно, количество демо увеличивается, но в среднем в месяц это 400-450 имейлов, в каждом из которых, ну, где-то по одному треку, где-то эпишка, два-три трека, где-то пять или восемь или даже десять треков. Это относительно небольшое количество по сравнению с тем, что приходят там на мейджор-лейблы, где такое количество может падать в сутки. Поэтому мы с этим объемом справляемся, и для меня очень важно, что наш NR-менеджер отвечает на каждое письмо. Потому что я считаю неуважительным относиться к теплой аудитории, к аудитории, заинтересованной в твоем лейбле, аудитории, которая проявляет интерес и тратит время на то, чтобы отправить свое демо. Особенно приятно, когда они отправляют это персонализировано, hey, we can recordings, и так далее. Я считаю неправильным оставлять это все без ответа и игнорировать такие письма. Поэтому мы слушаем и отвечаем на все, даже на то, что падает в спам-папку. По какой-то причине мы ее иногда проверяем и отвечаем на все имейлы. Чаще всего это копипаст, но тем не менее мы стараемся персонализировать. Мы выискиваем имя артиста на SoundCloud, например, и стараемся написать ответ персонализированно. Привет, Джон, спасибо, что отправил на свои треки. К сожалению, нам они не подходят. И также мы предлагаем какие-то плюшки взамен. Ну, раз человек проявил к нам уважение, мы проявляем свое уважение к нему. Допустим, ты можешь оставить нам свой имейл, мы пришлем тебе 20 бесплатных треков от нашего лейбла. Спасибо, что проявил к нам интерес. Поэтому я считаю крайне важно давать обратную связь той аудитории, которая заинтересована в твоем бренде. Что касается непосредственного отбора демо, в первую очередь, конечно, мы руководствуемся качеством музыки и ее жанровой принадлежностью, чтобы это соответствовало видению нашего лейбла. Но все-таки главенствующим является артист. Очень важно, чтобы за этой музыкой кто-то стоял, потому что в наше время музыку становится создавать все проще и проще. Существует большая плеяда сервисов, таких как, например, Splice или Loop Cloud, где, оплатив подписку, пользователь получает доступ к бесконечному количеству очень качественных сэмплов, ландшотов, лупов, из которых можно составить трек в том или ином жанре. Плюс сейчас активно развивается искусственный интеллект, где уже скоро можно будет сделать клик-клик-ворк-тон, то есть за пару кликов создать какую-то музыкальную конструкцию и ее использовать для того, чтобы потом создать трек. И к тому же есть сервисы, которые позволяют подтянуть сведения и мастеринг, если сетап артиста или его навыки не позволяют это сделать. То есть создать трек становится все проще и проще, но за треком должен кто-то стоять, эту историю должен кто-то рассказывать. Поэтому мы обязательно смотрим на то, что происходит в соцсетях артиста, что происходит на его музыкальных страничках, там Bitport, Spotify, если есть YouTube, SoundCloud. Здесь не идет речь о каких-то тысячах подписчиков и миллионах стримов. Самое главное, чтобы артист был активен, чтобы его странички были заполнены, чтобы он понимал, как вести себя в социальных сетях, чтобы у него был какой-то tone of voice. Это является очень важным. В работе мы используем различные сервисы, такие как Vibrate, SongStats, BeatStats, SpotOnTrack, для того, чтобы оценивать, что происходит с релизами артиста, потому что соцсети и цифры в этих соцсетях накручиваются, а статистика по релизам дает более информативную и более понятную картину. Павел, давай затронем финансовую сторону. Насколько выгодно в современных реалиях владеть собственным лейблом, выпускающим электронную музыку? Как я уже сказал в начале нашего разговора, прибыль никогда не была для нас самоцелью. Лейбл для меня, в первую очередь, это было то, что сейчас принято называть PetProject. То есть это проект, которым я готов заниматься за еду и вообще и без еды, и без сна, и без денег. То есть это что-то, что произрастает из души. Однако, возвращаясь к моему вопросу, да, лейбл имеет это выгодно и может быть даже прибыльно, если этим заниматься ответственно, с полной отдачей и с полной вовлеченностью. И рассматривать лейбл не просто как деятельность по доставке музыкального контента на площадке с последующей монетизацией, а как бренд, вокруг которого можно выстроить дополнительную монетизацию. Если посмотреть по доходам, то лейбл это, наверное, 30, ну максимум 40%. А все остальное это услуги, которые вокруг этого лейбла произрастают. Ну в первую очередь это студия, потому что мы делаем мастеринг, мы об этом рассказываем и большое количество артистов, которые пускаются у нас на лейбле, мы эту услугу предоставляем им и в дальнейшем они к нам возвращаются, говорят, ребят, нам очень понравилось, классно это все звучит, давайте, пожалуйста, сделаем мастеринг для моего релиза на другом лейбле. Есть лейблы, с которыми мы сотрудничаем, мы занимаемся не только мастерингом, но и сведением, помимо этого есть услуги по рассылке треков по диджеям, то есть по промо, но эта история такая лимитированная, потому что наш промо-лист мы собирали вручную и это все личные контакты и я должен быть уверен на 100% и в качестве музыки, которую мы рассылаем и в том, что ее жанровая составляющая будет соответствовать тому промо-пулу, по которому она рассылается, поэтому эта история единичная, буквально там 2 или 3 таких проектов мы в год берем, если вот музыка прям совсем в копилку, поэтому да, это выгодно, если рассматривать лейбл совокупно, как нечто большее, чем просто доставка музыки на музыкальные площадки. Ну и, соответственно, нужно понимать, что лейбл — это огромное количество работы, а то есть это и подготовка релизов, и контроль над всеми этапами их продвижения. Для меня это основная работа, это отнимает очень много времени, это трудозатратно, это полноценное ремесло, которым нужно овладеть, которому нужно обучиться. На каких условиях лейбл Бэкону работает с артистом? Какой процент вы платите артисту? У нас довольно лояльные условия, как оказалось, пообщавшись с коллегами, узнав, какие условия предлагают другие лейблы, у нас все линейно, без каких-то подводных камней, изменения процентных ставок. Мы работаем по фиксированной схеме 50 на 50, то есть все затраты и выручка делятся поровну между артистом и лейблом. При этом мы покрываем все затраты на маркетинг, продвижение и своих денег, и если релиз не принес достаточную сумму, чтобы эти затраты восполнить, артистам ничего не должен. Ни до релиза, ни после релиза. Соответственно, если релиз принес достаточное количество средств, чтобы покрыть затраты, прибыль делится 50 на 50 после достижения технического порога в 100 долларов, потому что просто тот порог, после которого мы можем эти деньги вывести без больших для себя потерь в плане комиссий. При этом мы отрабатываем промо и все вложения в релиз по максимуму, всегда сопровождаем артиста всеми результатами и предоставляем всю статистику, причем это не только статистика по количеству покупок на битпорте или стримов, это также детальные отчеты по промо-компаниям, где видно географию, где видно имена диджеев, где видно какие фидбэки, и какую оценку они оставили. Дополнительно мы предоставляем по запросу отчеты по плейлистам, по проигрыванию на радио, по попаданию в трек-листы известных диджеев. Но все это мы получаем спустя несколько месяцев после релиза, иногда через полгодия. Помимо этого, мы закрываем вопросы, связанные с мастерингом, обязательно согласовываем с артистом результат, потому что наша забота это техническая сторона, чтобы файл достойно звучал на разной акустике, но есть сторона художественная, и нам важно, чтобы артист был доволен тем, как мы выполнили свою работу, поэтому мастеринг закрывается с нашей стороны, артист нам ничего не должен, но мы обязательно согласовываем, чтобы тот формат звучания, который мы ему предлагаем, соответствовал его собственному видению. А сколько денег вы вкладываете в маркетинг, вот в один релиз? Ну, стандарт это 350 долларов, это включает в себя весь маркетинг-пак, о котором я уже говорил ранее, это промо-рассылки, премьеры, таргетированная реклама, антипиратка, мастеринг, создание контента, причем мы не просто делаем какие-то там анимированные каверы, мы делаем полноценные видео, где артист презентует свой трек, делаем дополнительно так называемый брейкдаун-видео, где артист показывает, из чего его трек состоит, как он был сделан. Это, кстати, очень хорошо работает в соцсетях. Плюс иногда, но только по согласованию с артистом, мы можем дополнительно включать сюда затраты на, допустим, ремиксеров или какие-то другие дополнительные истории, связанные с поддержкой релизов, например, интервью или какие-то ревью, в том числе и в печатных журналах. У нас большой пул контрибьюторов, с которыми мы сотрудничаем, мы можем организовать очень разную, очень большую поддержку релизов в зависимости от комфортного для артиста бюджета. Но, повторюсь, это происходит только по согласованию и по желанию со стороны артиста. А как ты думаешь, что важно для артиста сейчас? Это заработать денег на собственной музыке либо все-таки получить максимальное продвижение? Здесь, безусловно, у каждого артиста свои приоритеты, но большинство тех, кто отправляет нам свои демо, по большей степени заинтересованы в той маркетинговой активности, которую мы предоставляем. Мы стараемся эту историю подсвечивать. Все, что касается продвижения релизов и результатов этой деятельности, мы выкладываем из себя в социальных сетях. В частности, если у нас есть какие-то крупные премьеры, допустим, на таких каналах, как Вен Ви Дип или Бланк, те, кто в хаус-музыке понимают, о чем речь, мы стараемся это все обязательно подсвечивать. Указываем всех диджокеев, кто проигрывал наши треки, или если у нас есть какие-то видео с вечеринок, мы обязательно все это постим, показываем. Это является важным драйвером в мотивации артистов отправить нам свою демо, потому что, когда они видят, что лейбл работает, что лейбл действительно вовлечен в процесс продвижения их музыки, для них это является очень важным. И мы постоянно стараемся усиливать эту часть. Как я уже говорил ранее, всей этой историей занимается у нас Михаил. У него большое количество личных связей, и он постоянно эту базу нарабатывает. Мы увеличиваем и промо-пул, и ищем какие-то новые площадки для размещения нашей музыки, пробуем разные новые схемы постоянно. Вкладываем что-то, деньги смотрим, тестируем, как это работает, в чем-то разочаровываемся, что-то находим. Это такой бесконечный процесс. Что касается того, а нужен ли вообще в наши дни рекорд лейбл, если есть большое количество агрегаторов, позволяющих авторам собственноручно без каких-либо дополнительных барьеров загрузить свой трек на все площадки, в том числе и Bitport, и Spotify, и так далее, то тут я бы хотел привести просто вот такие цифры, что по статистике прошлогодней на SoundCloud в секунду загружалось два трека. А что касается площадок таких как Apple Music, Spotify, Bitport, то на эти площадки загружается несколько часов музыки каждую минуту. То есть объем музыки он просто невероятен, и просто разместить свой релиз на каких-то площадках абсолютно сейчас недостаточно. Бывают, конечно, случаи, когда он становится популярным, но это скорее исключение, только доказывающие правила. Поэтому для того, чтобы он стал популярен, его нужно продвигать. Если у артиста есть такие компетенции или есть бюджет для того, чтобы нанять какое-то маркетинговое агентство, в которое я, если честно, не верю, потому что, ну, я говорю, что историю нужно выстраивать долгосрок, если артист может работать с маркетингом агентством не просто для того, чтобы продвинуть свой релиз, а для того, чтобы продвигать себя как артист, то окей. А все, что касается релизных кампаний, в них я не верю. Поэтому, если у артиста есть компетенции или возможности для того, чтобы осуществлять свое продвижение, то почему нет? Можно заниматься самоздатом. С другой стороны, я не знаю таких кейсов, чтобы условный Джимми Джонс играл треки, которые были изданы через Тюнкор. Ну, я с таким не встречался. Зачастую это лейблы, которые имеют вес, которые имеют связи, которые все правильные эти треки доставляют до Диджакейв. Поэтому, если лейбл активен, если он действительно что-то делает для музыки, если это такой сильный партнер в теме продвижения релиза, то почему нет? Чтобы оценить тот или иной лейбл, в первую очередь, я рекомендую артистам обратить внимание на соцсети, если в них публикуются какие-то интересные инфоповоды, практически с первого взгляда становится понятно, что делает этот лейбл и делает ли вообще он что-то для продвижения релизов. Помимо этого, основные музыкальные площадки, понятно, делают ли они чарты, есть ли у них ссылки под релизами, насколько это все хорошо оформлено. Это тоже очень важный маркер. На цифры подписчиков и комментарии, допустим, в SoundCloud я не рекомендую обращать внимания, потому что это все накручивается легко и это не является информативным. Есть еще несколько трюков, которые можно использовать. В частности, если набрать в Гугле Facebook Ads Gallery, можно открыть страничку, на которой можно посмотреть, крутит ли рекламу тот или иной лейбл или бренд. В частности, ну, допустим, если написать там Tool Room Records, можно посмотреть, какие рекламные компании откручивают этот лейбл на основных своих площадках, в частности, Facebook, Instagram. Кроме того, можно посмотреть, ведет ли лейбл антипиратскую защиту своих релизов. Для этого в Гугле нужно набрать Google Transparency Report. Там откроется страничка, на которой в поиске можно вбить название того или иного лейбла и посмотреть, кто для них осуществляет антипиратскую защиту и осуществляет ли вообще. Это тоже является очень важным маркером. Расскажи, как начинающие артисты могут отправить свое демо на рассмотрение в Байконур Рекордингс? И есть ли у лейбла специальная форма или электронный адрес, куда следует направить демо-материалы? Мы работаем по старинке, через электронную почту, а тем, кто хочет отправить свое демо на Байконур Рекордингс или на любой другой лейбл, я рекомендую в первую очередь послушать, какие релизы в данный момент выпускает тот или иной лейбл, потому что у вас может быть трек этого лейбла в коллекции, но он выпущен давно или в составе какой-то специальной компиляции. Допустим, у нас есть компиляции из Deep House треков из нашего бэк-каталога, и вы можете услышать один из таких треков и решить, что это хорошая идея отправить свой Deep House трек на Байконур Рекордингс, в то время как 90% релизов в настоящий момент они выходят немножко в другом звучании. Поэтому прежде, чем отправлять свою музыку, я рекомендую актуализировать свое понимание того, какой жанр выускает лейбл в данный момент. Во-вторых, я не рекомендую пользоваться какими-то изощренными методами, отправлять свои треки в личку или пытаться достучаться до Овнера, потому что отпором демо, как я уже говорил ранее, у большинства лейблов занимается отдельный человек. И на страничках лейбла в социальных сетях, в частности в Facebook или на SoundCloud или на веб-сайте лейбла зачастую есть вся исчерпывающая информация о том, в каком формате и самое главное, куда лейбл хотел бы получать от вас демо. В-третьих, очень важно грамотно составить само письмо, потому что это не просто отправка вашей музыки, это в своем роде резюме. Вряд ли кому-то придет в голову отправить резюме просто со своей фотографией и сопроводительным текстом в виде «Привет, хочу к вам на работу». Ну, такое резюме вряд ли сработает. Поэтому постарайтесь сопроводить ваше письмо как можно большим количеством релевантные для лейбла информации. И неважно, сколько вам лет и с какой страны, зачастую, гораздо информативнее будет написать о том, какие у вас были релизы до этого и были ли они вообще. Сопроводить письмо всеми ссылками на ваши соцсети. Если в ваших соцсетях есть какая-то достаточная аудитория, допустим, если вы лайвстрим-диджей, у вас на Ютубе большое количество подписчиков, напишите об этом. Или просто напротив ссылочки на ваш Ютуб оставьте количество подписчиков. Если у вас есть имейл-база, благодаря, допустим, распространению фридоналд-треков, тоже об этом стоит упомянуть. Либо если же ваши треки играли какие-то известные диджаки, или вас поддерживали в своих плейлистах какие-то кураторы, об этом тоже стоит написать. Для того, чтобы агрегировать эту информацию, можно воспользоваться теми сервисами, о которых я говорил ранее, то есть это BeatStats, SongStats, SpotOnTrack и многими другими. В 90% случаев лейбл будет принимать демо при помощи приватных ссылок на ваш SoundCloud. И здесь тоже кроется несколько ошибок, которые зачастую делают особенно новички. При отправке вашего приватного трека нужно копировать ссылочку не из адресной строки браузера, а из-под кнопочки Share под треком. Если с этим возникают какие-то проблемы, просто задайте поисковый запрос в гугле How to share SoundCloud Private Link и в результатах выдачи будет ссылка на блог SoundCloud, где они подробно и с картинками объясняют, как это сделать. Потому что примерно 10% работ, которые мы получаем ежемесячно, они имеют битые ссылки. Также из ошибок стоит отметить попытки отправить демо в социальные сети. Дело в том, что большинство соцсетей лейблов менеджерят другие люди. Это так называемые SMM-менеджеры. В их компетенции не входит отслушивать демо. Ну и вообще довольно странно подумать о том, что кто-либо может подписать ваш трек, услышав его в директе Инстаграма и послушав просто через динамик смартфона. Еще одна такая уловка, которую пользуются многие артисты. Они пишут в письме «Привет, я вас ждал, не поклонник, слежу за вашим лейблом уже очень давно и так далее». Ребята, когда NR-менеджер переходит по вашим ссылкам, в частности в SoundCloud и в Инстаграм, он прекрасно видит, подписаны ли вы на страничке лейбла. Если вы подписаны, то кнопочка под вашим профилем будет выглядеть как «Follow back», если не подписаны, то просто как «Follow». И это выглядит довольно странно, когда человек явно не подписан на страничке лейбла и вообще его жанр не соответствует тому, что сейчас лейбл выпускает, поэтому я рекомендую либо не пользоваться такой конструкцией вообще, либо хотя бы подписаться на страничке лейбла, прежде чем вы отправляете вашу демо, это будет выглядеть более комплиментарно. Павел, в завершении нашей беседы хотелось бы узнать о твоих планах по дальнейшему развитию Байконур Рекордингс. В ближайших планах закончить наш веб-сайт, на котором в первую очередь будет собрана вся информация о нашем лейбле, о нашем каталоге, о дополнительных возможностях и услугах, которые мы предоставляем артистам. Во-вторых, у меня есть давняя мечта запустить наши собственные сэмплпаки, они уже готовы, и на сайте для этого есть специальный раздел. Идея здесь заключается в том, что мы получаем большое количество демо, в котором есть очень классные идеи и качественный продакшн, но не всегда тот саунд, который нам отправляют продюсеры, соответствует видению нашего лейбла, поэтому вот в этих случаях мы хотим помочь продюсерам, предоставив им сэмплпаки, которые очень точно подходят к звучанию нашего лейбла. Есть давнее и очень большое желание перезапустить наше радиошоу, собственно, с которого наш лейбл и стартовал. Для этого есть человек, он же США, он носитель языка, у него классный английский, у нас уже подготовлены джинглы, и, в принципе, все готово для того, чтобы начинать. Мы как-то не можем поставить этот процесс на рельсы, и я надеюсь, что в этом году нам это сделать удастся. Еще в планах выйти в физическую дистрибьюцию, то есть начать выпускать винил. У меня есть мой близкий товарищ, его зовут Владимир, у него очень успешный виниловый лейбл, и все релизы у него уходят sold out, и сейчас я помогаю ему выйти в цифру, и надеюсь, что в дальнейшем его компетенции можно будет использовать для того, чтобы часть релизов наиболее успешных Bacon Recording также выпускать на виниловых пластинках. Ну а в целом общем, держим руку на пульсе, потому что в данный момент на сайте BeatStats, которая аккумулирует всю информацию о попаданиях треков в топ-чарты Beatport, мы находимся на восьмом месте среди всех лейблов в жанре Tech House Hype, и это значит, что наша стратегия работает, и вокруг лейбла уже сформировалась вовлеченная в его жизнь комьюнити. Поэтому следуем намеченному курсу и докручиваем функционал нашей стартовой площадки для музыкантов. Спасибо, Паша, за интересное интервью. Надеюсь, слушатели подкаста подчеркнули для себя много полезной информации. Всем пока, услышимся в следующем выпуске.